Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». По эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Анапчане взошли на курортный Олимп. На самом престижном конкурсе лидеров туриндустрии «Анапа» взяла пять наград. Только песня казаком. Воспитанники казачьих классов продемонстрировали знания кубанского фольклора на традиционном фестивале казачьей культуры. Уйти на каникулы, чтобы заработать. Анапские школьники в свободное от учебы время приобщаются к труду и получают за это настоящую зарплату. В Туапсенском районе состоялось торжественное подведение итогов престижного конкурса туриндустрии «Курортный Олимп». Победители, среди которых есть и представители нашего курорта, поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Большая анапская делегация из 250 человек болела за земляков, поддерживая их аплодисментами. Возглавил делегацию мэр Анапа Юрий Поляков. В этом году за престижные награды боролись 130 представителей санаторно-курортного комплекса Кубани. За свою 12-летнюю историю «Курортный Олимп-2017» стал самым масштабным. Конкурс лидеров туристической индустрии с каждым годом становится популярней и авторитетней. Впрочем, как и сама санаторно-курортная отрасль Кубани. «Курорты Красноярского края – это, конечно, расположенность и бренд, российские бренды, миноводы, бренды, известные в России и в мире. Конечно, это ваше выступление. Я хочу поверить всех, кто сегодня создает максимально комфортное и качественное условие отдыха, путешествует в лечебную вазу, развивает новые виды туризма, делает ставку на сервис, коллеги. Кто делает ставку на сервис, они не проиграют. И вы не проиграете. Развитие санаторно-курортной отрасли – это наш приоритет. Мы поэтапно будем расширять инфраструктурные вопросы, потому что, понимаем, сегодня это сдерживающий фактор для развития курортов. Инфраструктурные моменты я уже не привалил. Мы будем привлекать инфраструктурные моменты, строить новые объекты и, конечно, вместе с вами продвигать бренд под названием «Курорты Казахстанского края». От Анапы заявки подали 16 предприятий в 7 номинациях. Всего по итогам конкурсная комиссия определила победителей в 13 номинациях. Впервые в этом году на курортном Олимпе выбирали лидеров в номинации «Лучшее средство размещения, работающее по системе, все включено». Первое место в ней завоевал анапский отель «Давиль». Также у него первое место и в номинации «Лучшее средство размещения 5 звезд». Чем анапский All-Inclusive манит и удивляет туристов, нам по телефону рассказал генеральный директор «Давиля». Он сейчас находится в рабочей командировке в Израиле. Мы взяли из опыта Турции и других пляжных курортов все самое наилучшее. И шагнули дальше в развитии в системе «все включено», пошли дальше, это «ультра все включено». Это более глубокий, более обширный продукт, который мы даем отдыхающим, который ожидает отдыхающих. В нашей системе «ультра все включено» мы и приветственные коктейли гостей, и индивидуальное поселение гостей, программа лояльности для гостей. У нас дети за 12 лет на ДОП-место бесплатные. Брендированные подарки при заезде в подарок – шампанское, фрукты, мини-бары. На территории работает 5 ресторанов. Отдыхающие имеют возможность также пребывать на пляже, который специально оборудован лежаками, защитой от солнца, аптеками, медицинскими центрами, лазертаками, большое количество бассейнов. Все меню практически понятно для россиян. Мы покупаем все продукты производителей нашей Кубани, и оно понятно, вкусно, поэтому востребовано. Также руководитель отеля рассказал, что на этом они останавливаться не намерены. Впереди много планов, например, строительство спортивных площадок, детских яслей для отдыхающих с детьми и расширение сети ресторанов. Также в перспективе строительство пирса. Еще один лауреат конкурса – корпоративный центр оздоровления «Сибур-Юг» занял вторые места в номинациях «Лучший санаторий» и «Лучшее средство размещения. Три звезды». В Анапе работает и одна из лучших горничных Кубани. Галина Швецова заняла второе место в этой номинации. Она уже 10 лет трудится в санатории «Старинная Анапа». На курортный Олимп поднимается не в первый раз. В 2014 году она завоевывала первое место. Курортная отрасль в Анапе ведущая. Каждый год она получает новые импульсы для развития. Одним из них является и курортный Олимп. Ведь победа в престижном конкурсе помогает поднять имидж как конкретных предприятий, так и курорта в целом. За последние два года турпоток в наш край вырос на 30%. Активно развивается туризм в межсезонье. А это значит, что планка с каждым годом повышается. И дотянуться до нее сегодня есть возможность у каждого предприятия «Санкура». Специальное подразделение для расследования преступлений в сфере жилищного строительства может появиться в структуре МВД Краснодарского края. Такое предложение озвучил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе совместного заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Краснодарском крае. В видеоселекторе принял участие глава Анапы Юрий Поляков. По мнению губернатора, спецподразделение поможет усилить борьбу с недобросовестными застройщиками, которые сначала привлекают деньги покупателей квартир, а после замораживают строки. Все такие махинации должны пресекаться на самых ранних этапах, ставит задачу глава региона. Просто безнаказанность, к которой они тоже привыкли. С точки зрения и уголовного преследования, безнаказанность. Мы посадили один-двух, если дай бог посадили, а все остальные думают, они откупятся. Вот когда они перестанут думать, что они откупятся, значит, тогда мы набьем порядок. Я не против, что мы были все в правовом поле. Но правовое поле они должны защищать не только застройщиков, горе застройщиков, но и дольщиков. Сейчас в краевом реестре находится около 60 объектов, сроки сдачи которых затягиваются. Такие проблемные стройки есть в 10 муниципалитетах, в том числе Анапе. Позиция главы курорта Юрия Полякова в данном вопросе однозначна. Прежде чем выдавать разрешение на строительство, необходимо тщательно изучить всю документацию застройщика и убедиться в его платежеспособности и добросовестности. Ну а по всем уже существующим долгостроям разработаны дорожные карты, ведется работа. У нас количество объектов на контроле МВК 13 объектов. 7 объектов, те, с которыми в районе 2017-2018 год можно решать вопросы, потому что у нас один объект в четвертом квартале сдается, следующий объект в четвертом квартале можем сдать. Остальные объекты в течение 2018 года. Но у нас есть часть объектов, это в порядке пяти объектов, которые опроблемные. 20 октября мы собирались вместе с депутатами горсовета, приглашали всех застройщиков, которые работают здесь на территории Анапского района и предлагали им возможность принять какие-то инвестиционные предложения в этом плане. Кроме того, отныне в Анапе все новые инвестиционные соглашения в обязательном порядке должны предусматривать создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Ответственным лицам мэр Анапе поручил контролировать условия договоров на всех этапах. Около 100 юных анапчан нашли себе работу на осенние каникулы. Все они официально трудоустроены через службу занятости. В основном нанимателями выступают школы. Работа доступна любому желающему и их всегда больше, чем мест. Помимо заработка это полезно и с образовательной точки зрения. Так начинается утро в седьмой школе. Бригада из восьми человек занимается уборкой внутри и снаружи. После того, как закончатся каникулы, они будут помогать в столовой. Работа по два-два с половиной часа в день в зависимости от возраста. Трехсторонний договор между школой, между центром занятости и управлением образования. Трудовой договор заключается между школой и работниками. И, конечно же, будет это уплачиваться, потому что субсидия выделяется с управления образованием у нас определенной по приказу. Антон учится в девятом классе 17-й школы, которая находится в СУКО. До того, как встретиться с друзьями и сходить на тренировку, он приходит сюда. За неделю каникул, работая по два часа в день, Антон получит на руки около двух тысяч рублей. Откладываю на обучение. Деньги всегда нужны. Они еще не бывают. В любой школе всегда есть что делать. Лишний раз не помешает протереть парты, подоконники, помочь перебрать книжки в библиотеке, навести порядок на прилегающей территории. Педагоги считают, что такая занятость помогает формировать личность. Они ценят свои денежки, как они мне потом говорят. Начинают оценивать труд родителей, их деньги. Начинают задумываться, правильно ли они их тратят или не совсем правильно. То есть они вот уже оценивают вообще подход к этим деньгам. Также у них еще дети стали относиться уважительно к другому труду. Как вот у нас вот работает пожилая женщина, вот уборщица у нас, они помогают ей. Давайте мы вам поможем. Мы понимаем, это так тяжело. И на улице вообще бывает холодно работать. И они с удовольствием ей помогают. То есть дети взрослеют и оценивают вообще ситуацию. Также полагают многие родители, поэтому поддерживают программу. Как рассказали в городской службе занятости населения, работу на время осенних каникул себе нашли около ста школьников. Примерно на треть больше, чем в прошлом году. А с начала года здесь выдали направление 795 школьникам. Прирост по сравнению с прошлым годом порядка 14%. В Анапе завершается прививочная кампания от гриппа. Всего в этом сезоне в рамках национального календаря привито более 50% жителей курорта. В этом году активность проявили трудовые коллективы. Для удобства медики выезжали прямо на предприятии и вакцинировали сотрудников. Так что им даже не приходилось покидать рабочие места. Медики говорят, что коллективный иммунитет поможет значительно снизить показатели заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями. Но даже если заболеть гриппом в первые недели после вакцинации, он будет протекать легче и с меньшим количеством осложнений. Поставить защиту от опасного заболевания еще не поздно. Для этого необходимо обратиться к своему участковому врачу или в регистратуру городской поликлиники. В Анапской пелии плясали юные казачата. Состоялся традиционный фестиваль казачьей культуры. Песня для казаков – важный элемент сохранения традиций, а танец позволял поддерживать хорошую физическую форму в мирное время. Барыня, 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 барыня. Общий настрой – шуточный. Барыня величавая, крестьянин удалой. Русская народная песня и танец давно прижились в казачьем репертуаре. Казаки традиционно были вне крепостных отношений. Более того, принимали беглых крестьян и рабочих с казенных заводов. Исполнители – третиклассники из школы номер 6. Мы выступили, посмотреть, кто как выступает, в какое место мы займем. Потому что красиво выступают все, все красиво одеты. Номера оценивает специальное жюри. Должно быть по-казацки бодро, а все, включая костюмы, соответствует традициям. В школу номер 12 «Станица Анапская» приехали порядка 400 человек из всех школ муниципалитета. В этом году тема выступлений – песни и танцы. Вы возьмите казачью песню и подумайте над смыслом ее слов. Все казачьи традиции как раз и разложены в этой песне. А танец казачий, он тоже не просто так придуман. Это своеобразная физическая подготовка. Ведь казак должен и на коня, и джигитовка. И вот кроме таких физических моментов, когда они могли посоревноваться, они вот еще и в обычной жизни тоже в этих танцах как раз-таки все элементы отрабатывались. В фойе творчество казачат и юных казаков есть поделки на военную тематику и фрагменты станичного быта. Пироги с творогом и персиками их испекла Наталья Кириллова. Во втором казачьем классе школы номер 12 учится ее сын. Сама она не из казачьей семьи. Предложили преподаватели. На семейном совете решили, что сегодня не помешает. Немного консерватизма в образовании. Больше обязанности, больше ответственности, больше поведения очень хорошее. Ну как бы, вот мне очень радость. За год число казачьих классов увеличилось с 38 до 59. Это не считая казачьих групп. Сегодня школа в Юровке постепенно переходит в статус казачий. Один из главных двигателей процесса – растущий интерес со стороны родителей. Зима уже не за горами. Как известно, пережить холода без ущерба для здоровья помогает теплой и, что немаловажно, удобной и красивой одежда. Магазин «Мегамир» предлагает приобрести обновку к предстоящему зимнему сезону. Сеть магазинов «Мегамир» давно известна и полюбилась анапчанам и жителям Краснодара, Армавира, Новороссийска, где также можно оценить преимущества этих магазинов одежды, обуви и товаров для дома. Доступны цены для всей семьи. Девиз «Мегамира» подтверждается годами успешной работы и благодарными отзывами многочисленных покупателей. Магазин удобен тем, что есть очень много детских товаров, начиная от обуви, заканчивая шапкой. Поэтому и по цене, и по качеству для нашей семьи это очень удобно. Я очень довольна этим магазином. Недорогой, выбор большой. А на нашу пенсию, так это вообще палочка-выручалочка. Огромный выбор одежды к предстоящим холодам для мужчин и женщин. Пуховики, куртки, пальто, дубленки. Причем найти здесь обновку смогут как поклонники классического стиля, так и спортивного. А также головные уборы, что называется, на любой вкус и цвет. Немаловажно для предстоящего зимнего периода подобрать и удобную, качественную и красивую обувь. Покупка в этом магазине не опустошит ваш кошелек. Классические ботинки, сапоги, утепленные кроссовки и модные в этом сезоне уги в Мегамире можно приобрести по приемлемым ценам. На многие модели действуют сезонные акции. Отдельная история – одежды и обувь для маленьких модников, причем всех возрастов, от малышей до подростков. К предстоящим холодам можно подобрать для детей яркие теплые куртки, штаны и комбинезоны, а также большой выбор одежды на все случаи жизни. Предложение товаров для всей семьи не ограничивается только одеждой и обувью. В Мегамире огромный ассортимент текстиля для дома, комплектов постельного белья, скатерти, одеял и пледов, а также нижнего белья. Можно подобрать любой размер и детям, и дедушкам, и средний возраст такой, и девочке, то есть как бы устраивает все. Очень большой ассортимент, можно много чего выбрать. Мне тут нравится, класс. В преддверии праздников важная информация. В продаже имеются подарочные сертификаты и проводится акция. Каждый покупатель при первой покупке получает дисконтную карту, а для пенсионеров и студентов действует скидка 10%. В Анапе магазины сети Мегамир находятся по адресам. Анапское шоссе 16, рядом с гипермаркетом «Магнит», и улица Красноармейская 9, рядом с автовокзалом. В Анапе завершился всероссийский детско-юношеский форум «Юность Динамо. Будущее России». Он проходил на базе ВДЦ «Смена» уже в пятый раз и собрал 300 мальчишек и девчонок из 26 субъектов Российской Федерации. За две недели юные динамовцы побывали на занятиях по оказанию первой медицинской помощи, финансовой грамотности, мастер-классе от краевых спасателей. Проявили себя в творчестве. К ребятам приезжали знаменитые спортсмены, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Виктория Комова, заслуженный мастер спорта по самбо Эдуард Кургинян, мастер спорта России международного класса Андрей Горобец. По словам организаторов, форум в очередной раз прошел на высшем уровне. Одна из главных целей общества «Динамо» – нравственное, патриотическое и физическое воспитание детей и молодежи. В следующем году его планируют провести на этой же площадке. Дети по складу нескольких разных регионов страны приезжают, общаются, видят интеллект, видят своеобразие и поддерживают друг друга. Они влюбляются, они верят в необыкновенную интернациональную дружбу, дружбу наших народов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова